Хо-хо-хо, конечно, мы вышли с полгончика, мы находимся конкретно под знаком Красная площадь, дом 3. Мы находимся среди этой красоты, вот тут рядом каток, каруселька, на которую я хочу свозить свою коллегу Марию. Вокруг прыгают какие-то прекрасные девчонки, наши прохожие. Здрасьте! Дайте я с вами познакомлюсь. Привет, девчонки! А вы кто? А мы девчонки. А я с Антону Дубас. Это радиостанция Серебряный дождь, наш трейлер. А мы сейчас вам подарим такие подарочки. Видите, у нас красный мешок. Там просто сердечки, которые надо пожать, сразу будет тепло. У нас такие ручки замерзли. А вы откуда, расскажите? Вот как вас зовут? Меня зовут Фатима, я из Северной Осетии. А зачем вы приехали в Москву? Вы ветераны еще, думаю, для новогодних праздников или учите здесь? А мы тут работаем. А, кем? Администратором. Сетевым? Нет. Слушайте, вы красавец. А вы кто? Фатима. Меня Виктория зовут, я тоже Северная Осетия, дизайнер. Я к вам все собираюсь, собираюсь. Просто бывает у вас какая-то невероятная красота. Это правда. Добро пожаловать, да. Будет вам рада обязательно. А вы дизайнер чего? Интерьера. Интерьера. Понятно. Вот вам теплые сердечки. Подарик. Подожди, подожди. Санта-Дубус, да. Я хочу Северной Осетии вам одну сердечку. Подарик, держите. А вам, я тоже предлагаю, что-нибудь вытянуть из мешка, но это второе сердечко. Спасибо, спасибо. Не мерзайте, пожалуйста, согревайтесь. Обязательно с академов на память. Смотрите, дорогие, просто его надо, не на память, его надо прямо сейчас сломать, и он будет давать тепло. Это удивительная штука, нанотехнологии. Ага. Разработки МЧС, давайте я помогу. Смотрите, вот, пошло, сломал, вот так помешал руки. А, это я умею. А, все, поняла. Фатима умеет ломать. Да, я умела, мать. Ладно. Если что, самая модная радиостанция Москвы, Северный Гурт, стою один. Окей, удачи вам. Все, значит, Москвы. До свидания. Ну так, поехали. Дедушка Мороз, у нас, конечно, такое разделение труда, я ношу мешок за Санкт-Петербург, а Санкт-Петербург сходят по площади с микрофона. Итак, мы еще погоду поймали, причем это посетительница Красной площади с ананасом. Привет, красавица. У вас столько пакетов вышло из универмага. Чего прикупили? Привет, да, только вышла. Сейчас мы купили шубку себе. Шубку в Гуме? Как это мило, как это трогательно. А за сколько? Ну, в районе 350 тысяч. Не помню точно, шикарную платилку. Подождите, то есть, а чего ж пешком-то шубы за 350 тысяч? Нет, меня сейчас встречают на машине. Молодой человек, я пойду тоже. Видишь, смотри, повезло. Молодой человек есть. А как вас зовут и откуда вы? Кристина из Владивостока. А 350 это тысяча стипендия во Владивостоке. На что вы набрали? Да, да, примерно такая. Нужно знать, куда поступать. Я хочу Владивосток. Слушайте, Владивосток, я же вас поздравляю, у вас теперь будет двухтысячная культуры с Владивостоком. Да, да, вы голосовали за Владивосток, что он был там изображен, да? Да, ну потому что я люблю Логутенко. А как, кстати, вы относитесь? Он правда, ваш герой такой тотем в городе Владивостоке? Правда, я очень люблю. На самом деле все по-разному относятся, но, знаете, главная за замечательность, конечно, будет. А давайте тогда споем. Ну, уходим, уходим, да? Конечно, давай. Споем вместе? Давай, попробуем, да. Три, четыре. Уходим, уходим, уходим. Наступят времена почище. Бьется родная, бьется родная. Вы, кстати, пылая. А вы вместе теперь. Бьется все вместе. Владивосток две тысячи. А из чего шубка? Ну, конечно же, из норочки. Спасибо, дорогая. Ну, пожалуй, вам подарок мы дарить не будем. Мы не будем разбивать вам сердце грелочкой, которую мы подарили до этого, да. Так что не мерзните в шубке. Нет, правда, спасибо большое. Сан-то дубр, серебряный дождь. В Владивостоке мы пока не вещаем, но... Почему? Приезжайте в гости, приезжайте, будем ждать. Спасибо, тихий океан. Здравствуйте, дети. Здравствуйте, дети. Здравствуйте, дети. Что вы хомячите? Что вы кушаете? Я перевожу. Это папа, наверное. Это сегмент злой, детский ворожек. Это бублики? Да. Ладно, как тебя зовут? Прожуй. Даша. Даша. Даша, а тебя? Тимур. Что ты ешь, Тимур? Пончик. Что внутри? Хлеб. Просто пончик без всякой начинки? Пончик с хлебом. А откуда вы, Тимур? Сальмейдерская. Это республика Тарстан. Да, Тарстан, да, конечно. Мы приехали на школьную игру КВН. А вот у нас будет 8-9 числа съемки. Выдовник КВН. Круто. Так что вас поздравляем всех с Новым годом. У нас есть стишок. Прочтете? Конечно, да. А тетя Санта уже ищет подарок. Ну, давай. Ну, здравствуй, дедушка Морож. У тебя есть красный нос, у тебя есть борода. Я скажу тебе да. Ау, да, да, да. Привет, Альмейтирск. Ура. Здорово, ребят. Вам удачи в КВН, вам победы. Спасибо большое. Моя Снегурочка раздает вам. Это сердечко, которое нужно разломать, оно будет горячим, и тебе будет тепленько сейчас. Спасибо вам большое. Вот. Такие дела. Ну, я-то хочу подойти к... До свидания. Вам не будет. Спасибо, ребятки. Спасибо. Я-то хочу подойти к карусельке и покататься на их. Представляешь, ввестись эфир на радио, катаясь на лошади. Ну, пусть деревянка. Я всегда об этом мечтала. Ну, во-первых, нам надо сейчас пойти как-то ее оплатить и узнать, что там происходит. Петя, прием, прием. Если ты можешь поставить нам новогоднюю песню про какого-нибудь оленя Рудольфа или еще про какую-нибудь рождественскую лошадку, то сделай это, пожалуйста. А мы тем временем отправляемся на карусель. Элла Фиджеральд. Продолжается Санта Дубас. Алекс Дубас, он же Санта. Мария Армас. Путешествует по Москве. Встречаются со слушателями. Дарят им подарки. Мы слушаем песни. Номер для СМС-сообщений 7903-797-6333. Прямая трансляция. Видео-трансляция сейчас на Фейсбуке, на страничке Серебряного Дождя. И, конечно, у нас на сайте silver.ru Субтитры создавал DimaTorzok И у нас Алекс Дубас. Он же Санта снова в эфире. Алло, привет, ребята. Привет еще раз. Мы уже сменили микрофон, но растудили на телефон. И сейчас в финале нашего первого эфира у нас будет осуществление еще одной мечты. Репортаж в каруселек. Вот здесь на Красной Кустие, с видом на Василия Блаженного, есть такие удивительно красивые карусели. Это лошадки, пони. Но мне сказали вам, посмотрела на меня, на меня смотрела Ирина и сказала, вам можно только на слона. Вот. И поэтому я сейчас сижу на слоне. И это со мной Марья Армад. Вот. Я передаю тебе трубку. А, Петя? Как ощущения? Мы сгормозили на слоника, такого совершенно небольшого, на Красной площади. Олег, а как ты думаешь, как мы узнаем, что она поедет? Блаженна должна запустить. Блаженна должна нажать на кнопочку и запустить нас. Марья, ты поймешь, когда она поедет. Как там на слонике? С дубосом на слонике, Красная площадь, прямой эфир на радио. Ой, зазвенела. Ой-ой-ой, что-то происходит. Вот примерно так ощущает себя Марья Армад посреди всего этого. Скажи, пожалуйста. Так, ну что ж, начинается двигаться потихонечку. Ну что, Санта Дубос на слоне. А здесь это первая скорость, да? А практически сейчас погнали. Ты знаешь, праздник начинается, я могу тебе сказать. Алло, алло, я взял у коллеги трубку и хочу сказать, что сейчас идет прямой репортаж уже не с трейлера, Санта Дубоса, а с Красной площади, с карусельки, со слона, с большого пластмассового слона. Сейчас мимо нас раскакивается Пасская башня, собор Василия Блаженного, Лобное место, тетя Ира-погонщица Слонов и осмотрительница карусели, мороженщица Наташа, новогодний ярмарк и каток, опять в Красную площадь можно залезть дедушке Ленина, а кстати, вон там сидит дедушка Путин. Ты знаешь, что Путин старше Ленина, а Ленин-то дедушка, а Путину никто дедушкой не называет. Представляешь, что это интересно? Это надо осмыслить, катаясь на карусели. Обрати внимание, будут ли бить кранты в 8 часов? Ведь мы приближаемся к восьми. Кстати говоря, да, хорошие мысли. Пётр, не хотите ли сделать отбивку перебрянного дождя по-настоящему? В смысле, в Красной площади с курантами? А, нет, слушай, я боюсь, у нас автоматика в ноль переведёт. Мы куранты не все услышим. Но немного можете похвастаться, если успеют начать бить. Пётр, а есть ли какие-то идеи у наших слушателей, куда нам отправиться завтра? Более чем достаточно. Вы их ещё и успеете изучить потом в студии. Вас зовут в Калининград, в Пятигорск, Хантамансийский автономный, например. Это забавно, Мария. Поедем в Хантамансийск. Там город Белоярский, Хантамансийский автономный округ. Ну, хотелось бы где-то всё-таки в пределах хотя бы третьего кольца. Ну, ладно, хотя бы Москвы. Вот туда мы готовы, потому что... Ну, это нормально, у меня с гастролями такие же запросы. Алекс, нам надо уходить. Дорогие друзья, спасибо вам большое. Первый блин... А, кстати, хочется блинка. Очень вкусный. Кома случился, нет, Кома. Кома. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok